Так, доброе утро всем, дорогие друзья! Всем привет! Ну что, не устали от отношений? А то и так нам про отношения. Я думаю, эта тема актуальна. Эта тема самая актуальная. С возникновения первого человека самая проблемная тема. Как Бог создал первого человека, так и начались эти проблемы все. Даже написано в Экклезиасте, да, написано в книге Экклезиаст, в Каэлите, в Каэлите написано. Так, всем привет, всем доброе утро! Что Бог сделал человека прямым, в Эмма, Бекшухи, Жбанат, Рамим. А когда их стало двое, они начали много разных расчетов выдумывать, да? То есть, вот это вот взаимодействие мужчина-женщина, это очень, как бы, такая противостояние, да? Противостояние, постоянное противостояние. Всем шалом, Ботертов! Все, сегодня я провожу, завтра опять не я, послезавтра с Божьей помощью я, потому что у меня сейчас идет тренинг бизнес-тренеров, кто у меня проходил, знает, это пять дней, пять дней подряд, и сегодня, как раз, четвертый день, уже мои ученики проводят, да, те тренера, которые проходили тренинг тренеров, и они уже научились выступать, и они, как бы, четвертый день показывают мастерство свое, и показывают, куда можно дойти за год, за два в этой профессии, вот. Так что, с Божьей помощью, уже в четверг, завтра он заканчивается, и в пятницу я опять начну, а в следующей неделе я планирую быть здесь. Хорошо, очень вам советую, завтра меня не будет, завтра ты, да, и так будет завтра, да. Да, и, значит, еще очень важно, вот я сейчас попросил Якова Шатадина, я нашел, когда-то проводил уроки по Меделат-Эстер, по свитку Эстер, сейчас же пурим будет, уже выложил, это с Малбимом тоже, то есть этот комментатор Малбим, который вот мы и Мишли с ним изучаем, он, ну, один из самых таких всеобъемлющих, там, гениальных комментаторов, которые только были за последнее столетие, и там тоже Меделат-Эстер с этим комментарием, то есть полностью раскрывается, как устроена власть, как устроена там психология правителей, то есть это не просто история Меделат-Эстер, да, как мы принято в пурим, прочитали вечером такие уже в синагоде, там покричали, пошумели и утром, нет, там это вообще уникальнейшая такая структура, причем интересно, Меделат-Эстер, это же почему называется Эстер, Эстер само имя это скрытое, и в Меделат-Эстер, в свитке Эстер, ни одного раза не упоминается имя Всевышнего, то есть это все, как бы Бог рулит ситуацией, но сам он никак не проявляется, то есть все участники этой ситуации, каждый на своей волне, каждый что-то думает, и Талмуд, трактат Медела, он говорит, зачем нам, зачем вообще мы изучаем Меделат-Эстер, свиток Эстер, чтобы понять, что было, события, внешние события, там идет перечисление, события длятся, по-моему, на протяжении 12 лет, вся эта, то есть свиток Эстер, который мы читаем за 20 минут, на самом деле описывает период времени 12 лет, и зачем мы изучаем Меделат-Эстер, чтобы узнать, что было, что думали все участники событий, потому что там раскрыто, что Аман думал, что Мордыхай думал, что Эстер думала, то есть там, это же пророчество от Бога, и только Бог знает, что внутри у человека, так там написано, что было события, что думал и планировал каждый участник событий, и что по факту получилось, и там дается такой, знаете, срез реальности, как в жизни человека, ведь в жизни человека то же самое происходит, каждый из нас все время там себе внутри, что-то думает, придумывает, планирует, а потом планы одного соединяются с планами другого, поэтому, кстати, семейные отношения все время тяжелая вещь, потому что ты все время сталкиваешься с историей другого, каждый человек живет в своей истории, и он каждый себе там что-то рассказал про жизнь, про это, но пока ты сам, в принципе, твоя история никого кроме тебя не волнует, ты можешь себе выдумывать все, что ты хочешь, и в принципе, ну вообще никто даже не знает, что в голове у одинокого человека, ну по большому счету, родители не знают, друзья там может, ну что с друзьями обсуждать, а когда ты женат, то у тебя постоянно, ну женат или замужем, у тебя две истории все время сталкиваются, потому что ты не можешь не взаимодействовать, а когда сталкиваются две истории, постоянно происходит где-то несочетание, и вот на этих несочетаниях, одни люди, они умеют найти общий язык, а другие, они на этих несочетаниях, они расходятся, говорят, мне твой сериал не нравится, я иду в свой сериал, и идут в другую серию, в отдельный сериал, знаете, как Санта-Барбара такая, какая-то, люди сошлись, потом в жих, они разошлись, и, хорошо, все, мы продолжаем изучать мудрость, потому что тот человек, который обладает мудростью, у него, естественно, больше преимуществ, как мы уже в Мишле учили, что разница между тем, у кого есть божественная мудрость, и у кого нету, как между слепым и зрячим, причем тот, у кого нет божественной мудрости, он не знает, как все работает, он похож на слепого, который идет ночью, по берегу опасной реки, это сказал-то кто? Рамушек Рамул Цада, это он приводит в предисловие к книге «Путь Бога», потому что человек, который живет в неправильной системе координат, он слепой, а почему он идет ночью? Потому что вокруг все слепые, ему даже никто дорогу не может указать, потому что все таки в неадеквате, а почему он идет по берегу опасной реки, потому что жизнь опасная вещь, когда вокруг дни сумасшедшие, так она опасная, и тут бах, тебя могут, то тебя в войну заточили, жители Донецка, что они? Вот покажите мне хоть одного жителя Донецка, который хотел воевать, никто не, ну может, два идиота может каких-то, да? Вот просто жил себе город, спокойно все, каждый себе там что-то работал, учился, трудился, там это, потом бах, война, все, этот аэропорт разбомбили, эти тиборди, да, парни, которые там защищали, их туда послали, они, значит, сидят в этом разбомбленном аэропорту, держат его до последнего, они что, кто-то из них об этом мечтал, что ли, 10 лет назад, или 5 лет назад, у них хоть одного была мечта умереть под Донецком, защищая аэропорт, который разрушили, сравняли с землей, ни у кого не было такой мечты, то есть люди живут в, действительно, как слепые, как слепые, которые идут в темноте, и по берегу опасной реки, потому что часто залазят, и начинают управлять странами, и так далее, люди сумасшедшие, то есть, а кто туда лезет, туда лезут самые неадекватные, он же нормальный человек, он живет в каком-то своем небольшом мире, хочет, чтобы было хорошо, а вот власть захватит, там, особенно захватить власть в соседней стране, ну, кому нужна соседняя страна, ну, зачем тебе соседняя страна, вот, Жора, сиди себе спокойно, тебе нужна соседняя страна, он музыку пишет, он себе спокойно утром проснулся, там, сил пирожок, значит, все, и сидит себе радуется, музыку пишет, все, теперь, значит, власть захватывает, люди неадекватные, понятно, хорошо, значит, мы изучаем сегодня 19-й отрывок, 19-й отрывок, он очень интересный, вообще, один из самых мной часто используемых отрывков из книги-притчи, вот, то, что мне, как бы, очень сильно, постоянно в голове, да, он мне дает большое понимание того, что вокруг происходит, сказал нам царь Соломон, царь Соломон нам сказал в 19-м отрывке 27-й главы, «кэмайм паним лепаним», вот прям так написано, «кэмайм апаним лепаним», «кэн лев адам ле адам», «как вода лицо к лицу», дословно переводится, «так сердце человека к человеку», то есть, что такое сердце человека, давайте вначале разберемся, значит, объясняет, как раз Малбим такой комментатор, он объясняет, давайте посмотрим, если мы возьмем сердце как орган, то это очень интересно, что сердце как орган, оно качает кровь, то есть, в него кровь заходит, из него кровь выходит, опять в него кровь заходит, из него выходит, и так получается, сквозь сердце постоянно проходит кровоток, то есть, все тело, все органы, все, что есть у человека, оно питается через сердце, то есть, сердце это как центр человека, который, ну, если взять как орган, да, но мудрецы называют сердцем не орган, а они называют сердцем, как мы говорим, много замыслов в сердце человека, в Мишле написано, много мыслей в сердце человека, а замысел Бога исполнится. Значит, имеется в виду, что если в сердце мысли, значит, это не орган, вот тот вот мешочек, который качает. Значит, получается, что сердце человека, это полностью как бы цельно его центр, который управляет его жизнью. А что управляет его жизнью, ученые называют это подсознание. То есть, если у человека подсознание, в котором запрограммировано все его сущность, его отношение к миру, его знание о мире, его опыт, его воспоминания, его принципы, его правила, его ценности, убеждения и так далее. И вот у человека внутри все это запрограммировано, и оно там внутри варится, постоянно варится. А человек это осознает? Не осознает. Он осознает одну мысль, которая сейчас в данный момент всплыла в его сознание, и он эту мысль, она как бы эта мысль в сознании, она его, вот он ее осознает, и все. И вот ему кажется, что вот я сознательный. Откуда эта мысль всплыла? Откуда она взялась? И что ты так уверен, что тебе надо там на работу? Ну, мне надо на работу, быстрее на работу. И ты в этой мысли как бы живешь, ты даже не обдумываешь, а что тебе надо на работу? Она уже всплыла, и у тебя эта мысль является вершиной айсберга для целой системы мировоззрения, которая вся спрятана у тебя в сердце. Понятно, да? Теперь, как маем по ним ли по ним? Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале. Как лево дам, лео дам. Так сердце одного человека к другому. Значит, при взаимодействии людей, очень интересно, как срабатывает. То есть, если возьмем мы самого плохого человека, возьмем мы Александр Матидонский. То есть, Александр Матидонский для меня один из самых плохих людей в мире за всю историю. Он, в принципе, педофил, насильник, гомосексуалист, который ограбил полмира, убил лично и по его приказу десятки, сотни тысяч людей. И, значит, ну просто ограбитель, убийца и вообще непонятно кто. И извращенец еще Александр Матидонский. Теперь, значит, и что? Александр Матидонский рассказывается в Талмуде. Когда он приехал с греками, греческая армия, они захватили также и Израиль. И они подъезжали к Иерусалиму. Значит, у него был конь Буцефал. Буцефал звали его конь. Значит, единственный конь, именем которого назван город. Это какими надо быть конями, чтобы назвать город именем коня. Да, то есть это... Но есть город имени коня Буцефал. И теперь я читал. И, значит, он едет на этом своем Буцефале. А в это время Шимон Ацадик, первосвященник в Иерусалимском храме, он, значит, так как он знал всю Тору, то есть он был там чуть ли не на уровне пророчества Шимон Ацадик, он в то время был как глава еврейского народа. Ему говорят, едут в Гретья через реку. И он, значит, что у него варианты воевать, не воевать. Он понимает, что воевать, как-то он понял от Бога, он понял, что воевать бесполезно. Ну и он правильно понял, потому что они захватывали всех. И он говорит коинам, священникам, одевайте коинские одежды. А коинские одежды мы сейчас изучали в недельных главах. Они были там синие, какие-то красные, золотые. Там у них у всех было, в общем, они все сияли. И он сам одевает одежду первосвященника. Тут у него такая золотая, золотая такая табличка, ну, святость с Богу. У него там вообще, у него одежда была сплетена там из четырех нитей. Синяя, золотая, это самое, белая. Тут колокольчики, весь в драгоценных камнях. У него были вся вот эта двенадцать, такой вот как ифот, двенадцать драгоценных огромных камней. Тут, в общем, он идет в этой во всей одежде. Сзади коины с фатилами. И они, значит, идут навстречу Александру Матидонскому. И, значит, рассвет, вот это все сияет, там, фатилает, это все. И Александр Матидонский видит вот эту всю историю. Тут он слазит с коня и начинает кланяться этому шамону на царику. Значит, все его, а он вообще, то есть, ну, Александр Матидонский, все его спрашивают, что случилось. Он говорит, мне он во сне всегда приходил, и мне говорил, что у меня будут во всем победы. Вот мне это все снилось, мне во сне он приходил. И, значит, это у него было такое видение. Ну, значит, его, им отдают ключи от Иерусалима, говорят, ну, победил, победил. Значит, сейчас такое время, все. Заходят они в Иерусалим, никакой войны, ничего нет войны. Значит, и Александр Матидонский говорит, я хочу в храм, значит, покажите мне Иерусалимский храм. А уже в то время, когда древние греки и великая цивилизация, Иерусалимский храм уже был не первый храм, это был, а второй храм. То есть, первый храм, который построил тот царь Соломон, что мы изучаем его мудрость, он простоял 410 лет, потом его разрушил на Мухандныцар, вавилонский царь, и 70 лет евреи были в Вавилоне в изгнании. Потом, как раз мы читаем сейчас, Медилат Эстер, Свит Ак Эстер, хотел Ахашверош, царь вот этой вот империи вавилонской, персидской, он хотел уничтожить всех евреев. Ну, был такой момент, его премьер-министр написал донос, там все, и он говорит, делай, что хочешь, и был как бы приказ уничтожить всех евреев, но потом, в тот день, когда вот этот вот Аман задумал уничтожить всех евреев и повесить Мордыхая, произошло наоборот, все, и царь узнал, что наоборот Мордыхай его спас, и что евреи хороший народ, и он, значит, убивает на этом дереве, вешает Амана, который хотел уничтожить евреев, и, значит, его 10 сыновей, и что интересно, это вообще фантастическая история. Свит Ак Эстер же написан, получается, 2,5 тысячи лет назад. И 2,5 тысячи лет назад, 2,5 тысячи лет он переписывается буква в букву, и там есть измененные буквы, есть там всего лишь где-то на весь свиток 7 измененных букв, насколько я помню, 7 букв, которые не стандартного размера. И всегда это переписывается, вот 2,5 тысячи лет переписывается, как и было. И вот, значит, вот представьте, это конкретно можно посмотреть любые свитки там 100-летней давности, 200-летней давности, они есть. Когда написано «И повесили 10 сыновей Бней Амана», 10 сыновей Амана, там написано такие буквы «Таф» маленькая, маленькая буква «Таф», «Шин» маленькая буква «В их именах», когда их повесили, эти 10 сыновей Амана, есть три маленьких буквы «Таф», «Шин», «Заин». Три буквы. Как вы знаете, у евреев нет цифр, то есть евреи цифры обозначают буквами. Значит, «Таф» это 400, «Шин» это 300, и «Заин» это 7. Получается 707. И там есть еще большая буква «Вав» в конце, то есть эти маленькие, а там есть большая. Большая буква «Вав» это 6, 6-е тысячелетие, 5707 год. Теперь смотрим, 5707 год, 10-го тишрея, Нюрминский трибунал постановил повесить, это было 10-го тишрея, 5707 года, Нюрминский трибунал постановил, постановил повесить 11 нацистских преступников. За 2 часа до казни их постановили, как казнить, повесить. Интересно. За 2 часа до казни один из них, у него был спрятан, Саннистыкали, и он закончил жизнь самоубийством в камере. Их повесили 10. И один из них, который был там единственным, причем представьте, вот насколько правители сумасшедших бывают, у всех, у всей нацистской верхушки был только у одного человека высшее образование. Все они были без высшего образования, то есть такие просто грабители, такие животные. И вот их вешают. А тот, у кого было высшее образование, он как-то был там культурный, более-менее что-то знал. И он кричит, это Пурим 5707 года, чтобы уже ни у кого не было сомнений, то есть когда его ввели на виселицу, он кричал, это Пурим 5707 года, а в Меделат-Стр, он по 5707, он не говорил, он не знал про это, да? Он говорил, это Пурим, типа еврейский Пурим, что нас вешают. Представляете? И как это все зашифровано? Ну как? Вот после этого скажи, что тоже кто-то придумал там. Это все как бы идет с неба. Мы видим маленький какой-то кубик информации, но система, система она намного больше. И вот значит, давайте вернемся. 19-е. А, чего я вспомнил об этом? Что как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает сердце другого. Почему я вспомнил Шимона Цадика? Потому что когда он к Александру Матидотску вышел не с мечом, а вышел ему и отдал ключи от Иерусалима, так у того к нему было соответствующее отношение. То есть даже в таких вот, казалось бы, там глобальных процессах очень важно, как ты относишься к людям. И если ты к человеку идешь с войной, понятное дело, что он у тебя идет с войной. Если ты ему идешь по-хорошему, с тем поведешься, от того и наберешься. То есть очень сильно люди влияют друг на друга. И нет однозначного, у человека вот он однозначно плохой или однозначно хороший. То есть каждый человек состоит из множества граней, и он поворачивается к другому человеку, чаще всего той гранью, которая тот поворачивается к нему. Естественно, что здесь есть не только, на каждую ситуацию влияет множество законов. То есть нет такого, что влияет только один закон на ситуацию. То есть есть этот закон, и он говорит, что как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает буквально твое к нему отношение. И ученые современные, они сказали, что есть зеркальные нейроны, и человек, ну они это описывают, они как бы описывают ситуацию, что вот когда два человека встречаются, у одного человека есть гуляющие такие зеркальные нейроны, и они каким-то образом, как идет вообще мышление, идут сигналы световые, звуковые, в общем человек видит другого, и ученые говорят, что эти зеркальные нейроны, они внутри создают какой-то контур, который, ну точно копирует второго человека. А зачем создается этот контур? Что мозг по этому контуру определяет на уровне ощущения, что он испытывает ко мне, прям зеркальные нейроны. И специалисты в НЛП, которые нейролингвизическое программирование, они на базе этого разработали технику отзеркаливания, то есть они когда хотят, они говорят, хочешь кого-то успокоить, хочешь делать так, чтобы человек испытывал к тебе, ну к тебе хорошее отношение, очень просто, сядь как он, говори как он, то есть максимально будь как он. Если ты максимально как он, он в этот момент испытывает максимальное спокойствие, потому что себя он знает, и чем больше ты на него похож, тем более он испытывает спокойствие. Вот так вот. Ученые как бы описали этот закон. А царь Соломон его нам сообщил от Бога, когда? Почти три тысячи лет назад. Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок тоже прям вообще реально открывает чакры, можно сказать. Просто чакры. Ну, чакры нет такого слова. Есть индусы, они описали, ну, есть такое слово, они описали, что у человека есть. Знаете, сколько чакр вообще на самом деле индусы описывают? На самом деле. Кто их видел, эти чакры? Покажите мне хоть одного, кто видел чакры. Так, они говорят, что есть сто семь чакр. Сто семь чакр. Но, типа, заметных только семь. Ну, не знаю, может, да, может, нет. Это история. Индийская такая, индийская история. Теперь, а теперь история Тора. Тора говорит нам так. Двадцатый отрывок. Шеоль вавода ло тизбаэна. Вээне адам ло тизбаана. Значит, сравнивается, что мадила и дейном, и ад не насыщаются. И глаза человека не насыщаются. Почему в одном отрывке написано, что мадила не насыщается, дейном, это ад не насыщается, и глаза человека не насыщаются. Вот интересно. Есть кто хочет есть? А? Есть. Вот, давайте разберемся. Что значит, мадила не насыщается? Ну, человек же, понятное дело, мне вот за последнее время одна очень фраза понравилась. Писатель, это такой списатель, Пелевин. Виктор Пелевин. Вот у меня книжечка его лежит. И он говорит такую вещь. Очень крутая фраза. Будущее неизвестно, смерть неизбежна. Будущее неизвестно, смерть неизбежна. То есть, это факт. Смерть неизбежна. Каждый человек, тело умирает по-любому. Что-то не крути. И этого бояться не надо. Это то, что произойдет по-любому. А будущее неизвестно. И как ты не крути, и как ты не выдумывай, как ты не готовься, как ты не переготовься, чтобы ты не делал. То есть, лучше смириться с фактом, что будущее неизвестно. И когда ты принимаешь фактическую реальность, а это факт, будущее неизвестно, смерть неизбежна, то если ты исходишь из этой предпосылки, то тогда ты можешь строить планы, ты должен строить планы, но тогда ты реально понимаешь, что твои планы это что? Это планы. Это они не должны быть, и они, может, да, может, нет. То есть ты просто строишь планы, и все. Будущее неизвестно. И ты знаешь, какой бы план ты ни строил, ты должен знать, будущее неизвестно, а что? Смерть неизбежна. Вот здесь написано, мало того, что смерть неизбежна, могила никогда не насыщается. То есть нет такого, что вдруг могилы закрыли, сказали, хватит. То есть могила постоянно, люди туда падают, падают, учат 7,5 миллиардов людей на земле, и все уйдут в могилу, да, все. Теперь геном не насыщается. Почему? Геном это ад. И те люди, которые неправильно живут, они попадают в ад. То есть их как бы вот это вот самоосознание, самоосознание, вот то, где они себя придумали, и то, где они себя как бы планы, вот эти вот. Ну человек живет в виртуальной реальности своих мыслей. И вот эта вот виртуальная реальность, личность, если ты ее строил не на божественных законах, то она как раз и попадает в то, что принято называть ад. И там она в этом аду страшно мучается, и потом сгорает. Обидно? То есть человек жил, жил, здесь он все время зачем-то гнался. И вот тут, и тут как бы решение задачи. И глаз никогда не насыщается. То есть что значит глаз никогда не насыщается? Человек живет, он постоянно что-то хочет. Он хочет, он все время, у него вот эти глаза, глаза видят, потом сердце хочет, у него возникло желание, руди ноги делают. И вот люди бегают целыми, всю свою жизнь, они бегают за тем, что видели их глаза, и они хотят насытиться и это поймать. Но что бы ты ни поймал, у тебя в тот же момент идет опять расширение пространства, и ты оп, и опять мираж, опять иллюзия. И ты опять не, ты как бы, написано царь Соломон говорил, если человека 100, он хочет 200, если 200, хочет 400. Если 400, хочет 800. Женился, то уже, ну тут же смотрит там куда-то в сторону, ну к примеру, да. Вот думает, все, вот женюсь там вот на это, и все, потом бах, развелся. Ну и так далее. Ей он там, там подарок принес, она недовольна. Он, что ты недовольный? А что тебе подарок принес, так это же вчера, а сегодня. Ну так слушай, ну вчера принес, будь довольна, радуйся, какая зачем ты сейчас? Ну да, то есть то, что глаз никогда не насыщается, это факт, это физическая реальность. То есть реальность устроена так, что человек, пока он жив, он хочет. А если он хочет, то ему всегда мало. То есть он хочет, он получил, он не закончит хотеть, пока, если он живой. А буддисты говорят, перестань хотеть. А буддисты говорят, перестань хотеть, но они хотят перестать хотеть. То есть у них как бы, они все за, буддисты, они все закольцевали так. Они, знаешь, они все желания свели к желанию перестать хотеть. И они хотят больше всего перестать хотеть. Вот и все буддисты тебе, да. То есть, обычный человек, он не закольцевался так, и он, значит, хочет все время что-то разное, но что бы он ни ловил, пока он жив, он хочет еще. И он уже близится к смерти, он не хочет умирать. Бывает, не дай бог, у человека, он запутался и зашел в какую-то такую тяжелую ситуацию, и он может хотеть умереть, не дай бог, да. То есть, ну, пока он умер, он все время что-то хочет, и глаз никогда не насыщается. Именно поэтому могила никогда не насыщается, ну, люди, пока живут могилой, они не перестанут умирать. А дейном никогда, ад никогда не насыщается, потому что если ты хочешь только материальных вещей, тогда после смерти ты куда попадаешь? Дейном, все. Значит, вот такая интересная 20-й отрывок, и тут 21-й, ладно, я думаю, что мы успеем, потому что он очень важный. 21-й отрывок сегодня, последний отрывок, это вообще, да, 21-й, ну, не, последний сегодня, потому что это даже не последний в главе. Звучит так, Мицаров-Лякесов, значит, есть такое плавильное, ну, специальное, да, которое пережигали в ней, раскаляли серебро, и Кур-Лизаав. И было еще более такое, горнило переводят, была более горячая печка для золота, в котором, в котором золото раскаляли, чтобы из него ушли примеси. В и шлифи мя-ли-ло, и человек по мере славы его, и человека очищают по мере славы его. Вот тут это продолжение предыдущего отрывка, вот тут тоже интересная вообще тема. Человека, ну, смотрите, серебро очищают в печке с температурой, там, 800 градусов, пережигают, чтобы оно стало чисто. Золото в другой печке, горнило, с температурой, там, 1000 градусов, чтобы оно стало чистым, там нужна большая температура. А человека очищают по его славе. Давайте проверим, что это значит. Вот смотрите, вот Жора, например, да, Жору знает Саня и Беня хорошо, да, ну, и мы чуть-чуть Жору знаем, мы периодически его видим, там, 5 минут в день, ну, в среднем, если взять в среднем, там, на месяц разбит, то наше знание Жоры, это 5 минут в день, мое лично, да, если в общем разбить. Иногда бывает, там, 2-3 часа, но если на месяц разбит, то мало. Теперь, ну, потом Жора стал известным. Жора стал известным, например, он прославился, стал известным, известным музыкантом. И уже Жору знают все, на Жору начинают смотреть люди, то есть у него есть слава, и это привлекает к нему внимание. И чем больше славы у человека, тем под больше пристальные лучи он попадает. И эти пристальные лучи сразу в нем выцепляют, что в нем выцепляют, на что больше всего люди обращают внимание, на хорошее или на плохое? На плохое, правильно. И тут уже на Жоре видны все пятнышки, там, когда его 5 минут в день видишь, даже, ну, я без очков и не вижу. А если бы я знал, что Жора известный музыкант, я бы очки одел. О, известный музыкант, а пятно на рубашке, не годится, да? Теперь, если человек, он в духовном плане растет, он становится мудрецом Торы, с него спрос больше. Талмит Хакам, мудрец Торы, с него спрос, у него его ошибки, которые он делает неосознанно, ему зачитывается как осознанно. Если ты мудрец Торы, ты не имеешь права быть неосознанным, ты должен быть осознанным. Если ты мудрец Торы, так ты что-то делаешь не по Торе, это осквернение имени Всевышнего, самый большой грех. То есть, чем ты выше растешь в духовных мирах, тем сильнее тебя начинают проверять, да? И поэтому царь Соломон в Экклезиасте, он советовал, Аль-Ти-Эцэ-Ди-Карбэ, не будь слишком псадиком. Валь-Тит-Хакэм, Тит-Хакэм-Лю-Тэр-Ми-Дай. И слишком не умничай. Лама-Ти-Шамэм, зачем тебе одному остаться? Потому что чем у тебя больше славы, тем больше с тебя спрос. И тут получается парадокс. Люди стремятся к славе, люди стремятся к богатству. Что они получают в итоге? В итоге они получают еще больше сложностей, еще больше проблем. И что делать? Не хотеть ты не можешь. Хотеть ты хочешь, но обратная сторона любого роста, любого роста, неважно, это рост бизнеса, рост мышц, рост духовный. Обратная сторона другого роста, ты переходишь на большие обороты. И на этих больших оборотах любой сбой, он тебе приносит больше боли, больше страданий. Такая жизнь, все. Но не расти ты не можешь, потому что так человек устроен, пока он живет, он растет. Да. Все, дорогие друзья, значит, какой у нас сегодня вывод? Давайте сделаем выводы, что первое, что мы все друг от друга набираемся. С кем поведешься, от того и наберешься. Второе, что то, что ты хочешь, это жизнь, но то, что ты хочешь чаще всего вещи, которые тебе вредны, это факт. Потому что если ты идешь за вожделениями материальными, то они ведут тебя куда? В ад. Но если ты хочешь духовного роста и так далее, то чем больше у тебя славы, тем больше на тебя ответственность. Поэтому самые великие цадики, в заслугу которых существует мир, они какие? 36 скрытых цадиков. О, потому что когда ты скрываешь свой уровень, ты скрываешь свои деньги, ты скрываешь, ты скромный, а нам, не коль, а дам. То есть ты, как только, вот это вот выход, вот это я сейчас понял, что надо, к чему надо стремиться. Скромность, скромность, скрытность и битулиоцми, то есть как бы убирание своего эго. Все, а для этого нужно, чем меньше славы, тем лучше. Все, дорогие друзья, это мои выводы, вы напишите, пожалуйста, свои выводы. И с Божьей помощью завтра это на урок, и встречаемся в пятницу. Я буду теперь инкогнито. Все, я теперь буду выходить инкогнито. Все, лайки не ставьте, уроком не делитесь. Я никто, я ничто, все, у меня нет. Все, спасибо, до свидания, хорошего дня, всем пока.